О, привет, ребята! Хочу перед тренировкой размяться с папой, потому что я уже оделся, и для этого надо папу позвать. Папа! Что, Фёдор Сергеевич, ну... Пап, пошли попасуемся, мне надо размяться перед тренировкой. Ой, Фёдор, видишь, я что-то кашляю, как-то себя не очень чувствую. Пожалуй, я полежу. Пап, ну какое? Это уже всего лишь кашля, и у меня тоже кашляет, но я хожу на улицу. Фёдор, ты кашляешь, ходи куда хочешь, а я полежу всё-таки немножко, поберегусь. О, папа, а может у тебя аллергия? А на что тогда? Может на пыль? Хм, ребята, а может и вправду аллергия на пыль, и я не заболел? Фёдор Сергеевич, так может пропылесосишь? А может и пропылесошу, вот как раз. Под комодами тоже надо, и под креслами. Фёдор Сергеевич, только, пожалуйста, пылесось тщательно, хорошо, чтобы ни одной пылинки не осталось, и тогда мы точно узнаем, есть у меня аллергия или нет. Да, папа, я стараюсь. Да, папа, я стараюсь. Точно, Фёдор, молодец. Конечно же, пыль, пока ты пылесосил, села на мебель, от неё надо тоже избавиться, и тогда я может быть, ой, поправлюсь. Папа, точно сейчас поправишься. Сейчас я быстро папу вылечу. Ну что, а сейчас как, папа? Фёдор Сергеевич, не тряси тряпку, с неё же пыль летит. Ой, точно, извини, как ты себя чувствуешь? Да ты знаешь, что-то всё равно в горле дерёт, не могу, ничего не улучшается. Ой, ребята, а может надо ещё пол помыть? Ведь там тоже могла остаться где-то пыль. Фёдор Сергеевич! Что, папа, что ты придумал там ещё? Фёдор Сергеевич, я тут вспомнил, где-то когда-то читал или услышал, что при аллергии в помещении надо делать регулярную влажную уборку пола. То есть надо пол помыть? Ага, именно, и тщательно очень помыть, чтоб ни одной пылинки не осталось. Ну хорошо, я за шваброй за ведро. Молодец. А я, ребята, пока поболею, полежу. А он пусть убирает. Сейчас я, папа, быстро тебя вылечу. Фёдор Сергеевич! Эй, ты там тщательней мой. А то что-то у меня кашель ещё не проходит. Хорошо, папа. Так, сейчас принесу сюда ведро. Папа, я почти закончил. Как ты? Папа, ты весь горячий. В смысле горячий? Точно. У тебя, наверное, температура, это никакая не аллергия. Ты думаешь? А что тогда делать? Получается, я зря прибирался, что ли? Да не зря. А ты куда? Сейчас померяем тебе температуру. Давай-ка я тебе температуру померю. А ты умеешь? Да мне мама столько раз умерила. Ты думаешь, я не умею? Ну, давай. Так, папа, у тебя температура. Какая? 37,3. Это никакая не аллергия, это вирус какой-то. Ты что? Надо скорее скорую вызывать. Ай-яй-яй. 37,3. Я умираю. Скорую на 37,3? Да я тебе сейчас один укол сделаю и вылечишься. Укол? Конечно укол, у тебя же температура. Какой укол? Не надо никаких уколов. Я с детства боюсь уколы. Да пап, сейчас такие тоненькие иголки возьму, что ты даже не почувствуешь. Да у меня упоминание одного слова иголка. Голова кружиться начинает. Нет? Минуточку, сейчас принесу. Ну что, готов? Ого. Вот это современные шприцы. Иголки даже не видно. Такая тонкая. Может тогда и больно не будет? Да конечно больно не будет. Тут даже иголки нет. Папа, открывай рот. Это сироп от кашля. Вылечим кашель. И температура сама пройдет. Ого. О, она даже вкусная. О, это лекарство ваше с апельсиновым вкусом. Не она, а он, это сироп. Согласен. Так что, ребята, не бойтесь лечиться. Правильное лечение поможет вам больше времени проводить на улице, гулять и играться. И на канал подписывайтесь. И на канал подписывайтесь. Всем пока. Ну что, Федор, мы приехали. Погнали в магазин. Ой, ну может сам сходишь. Чего это вдруг сам? Папа, у меня сегодня были соревнования по футболу. Я устал. Ходи сам. Хм. Сам я тоже не хочу. Скучно будет. Ребята, идея. Федор Сергеевич, а давай тогда сходим вдвоем и устроим челлендж. Да, пап, какой челлендж? Мы уже все цвета перебрали. А у нас еще ни разу коричневый цвет, по-моему, не бился с розовым цветом. Хм. Точно не было такого. Ну тогда я коричневый выбираю. Хм. Ну тогда мне остается розовый. Э, погнали. Коричневый, коричневый, коричневый. Главное не забыть. Ох, и шустрый. Надо обгонять. Не догнать, не обогнать. Так, розовый. О, колок. Она с коричневой этикеткой и сама коричневая. Хм, везет. Первый продукт уже нашел. Надо мне скорее что-нибудь искать. О, Сникерсы. Их тут много разных. Но мне нужен именно коричневый. О, вот такой. О, папа. Так, а розового Сникерса тут нету? Нету. Федор, уже две покупки. А у меня ни одной пока. Еще такого никогда не было. Надо догонять его. Двухцветная. Нилка. Шоколадные конфеты. Даже не знаю. Но розовые есть. Для первой покупки сойдет. Так, что еще розовые может быть? Даже не знаю. Возьму. Есть же розовые на кинтере? Есть. Пойдет. Так. О, отдел с шоколадками. Вот точно должно быть розовое. Бесспорно розовое. Никто даже ничего сказать не сможет. Берем. Так, ребята. Ну вот посмотрите. Ну не бьется, да? Наверное, киндер я выложу, чтобы даже Федор Сергеевич никакой протест мне не мог предъявить. Верну. Возьму-ка я лучше его. Еще пачку конфет. Он ведь не говорил, что нельзя повторяться. Конфеты разные. Упаковки розовые. Отлично. Так, ну а сами шоколадки, интересно, розовые есть или нету? Хм, я надеялся, будет даже несколько, ребята, шоколадок в розовых упаковках. А найти смог, во, всего лишь одну. Ну будем надеяться, что Федор не посрывает упаковки. А то скажет потом, шоколад весь коричневый и наберет себе. Упаковка должна быть на месте. Так. О, зефир. Удачно я зашел сюда. Розовый. Так, надо еще внимательно осмотреться здесь. В одном месте максимально много всего набрать. Смотрите, ребят. Мармеладки бон пари. Тоже розовая упаковочка. Везет. Так. А интересно, среди моих любимых леденцов будет что-нибудь розовое? Может, я дальтоник? Но, наверное, больше фиолетовая не прокатит. Так, ну, пожалуй, здесь все. Надо идти куда-то дальше. О, мои любимые шоколадки. Раз, два, три. А вообще, я могу все шоколадки брать. Они все внутри коричневые. Ну, кроме белых. Так, ну, шоколадок мне хватит. О, конфетки. Возьму. О. Это больше на коричневое похоже. О, зефир. Обожаю зефир. Особенно в шоколаде, что. Я же забыл нутеллу, ребята. Чуть не забыл. Вот. Даже самую большую возьму. Опачки. Так, ну что, пока все вроде неплохо идет. О. Волшебные грибочки. Розовые. А еще, ребята, смотрите. Маршмеллоу. Они даже сами еще немножко розового цвета. Прикольно. Так, ну, тележка наполняется хорошо. О, привет. О, привет, папа. Подай там мой, пожалуйста, чекупай коричневый. Вот наглая морда. На. Не наглая, а хочу выиграть. Неплохо. Пол тележки уже насобирал, да. Слушай, Федор Сергеевич, мы же время забыли ограничить. Точно, мы же здесь сейчас до утра будем ходить. Вот и я об этом. Обычно мы всегда по пять минут тратили на челлендж. Так, сколько у нас уже прошло? Минутки две с половиной точно прошло. Поэтому остается еще две с половиной минутки. Я пошел. Ты иди, а я побежал. Возьму. Ну, кто скажет, что это не розовый цвет? Розовый. И вкусно. О, фасли в шоколаде. Круглый еще. О, фруктовое пюре с корицей. О, минералочка в розовой баночке подходит. Так, вот тут еще много всяких лимонадов. Надо внимательно посмотреть. О, какой-то напиток розовый. Беру. О, какой-то еще клубничный лимонад. Тоже розовый. Беру. О, что это у нас? Какой-то напиток витаминизированный для спортсменов на основе клюквы розовый. Берем. Так, ну, а дел с напитками мне тоже понравился. Может, еще что-нибудь найду. Палпи вишневый с кусочками. Берем. Так, что еще? А вот это? Швепс-клюква. Тоже возьму. Ну, как по мне, розовая. Ну, и, наверное, здесь все. В чипсы еще зайду. Точно знаю, что-нибудь с крабом будет розовым. Ничего коричневого нету. Аж обидно. А, чипсы. Я уверен, что я здесь еще и Федора Сергеевича встречу. Он тоже этот отдел любит. Ну, вот, ребят, смотрите. Крабчик. Розовый. О, ребят, как я и говорил, а вот и Федор Сергеевич идет. Так, папа, ты что тут в моем любимом отделе забыл? Тх, взял вон себе розовые чипсы. И, кстати, хе-хе, а коричневых я тут не вижу чипсов. И время как раз подошло к концу. Ну что, считаемся, кто выиграл? А вот эти? А-а, черно-серые. А вон то? Не, я бы сказал бы, что эти вообще какие-то рыжие. А лобстер? Нет, Федор Сергеевич, эти вообще какие-то бордовые. Все, не затягивай время. Считаем покупки. Ладно, считаем. Давай с моих и начнем тогда. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Видал? И это только в напитках? Да считай дальше. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Шестнадцать. Предметов. Точнее продуктов. Вкусных причем. Нашел розового цвета. Давай твои считать. Считай. Так. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Пять. Шесть. Ты что, считай, разучился, что ли? Ребят, да это черное, а не коричневое. Я это считать не буду. Ребят, да это черное. Да считай дальше. О! Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Даже банка кваса после истечения времени тебе не помогла. Пусть будет. Двенадцать. Да даже черное, пожалуйста. Тринадцать. Так у кого сколько? У меня меньше. А вот у меня шестнадцать, папа. Ты выиграл. Ну вот, значит, то, что я насобирал, ты оплачиваешь на кассе, а это иди раскладывай по местам, а то что-то ты разучился выигрывать, и мне надоело тебе на халяву покупать твои продукты. Все, жду тебя на кассе, оплатишь мои. Субтитры сделал DimaTorzok